Моя задача поговорить о резистентности в лечении тяжелых инфекций. Я расширила заголовок. Я говорю о выборе лечения профилактики также, потому что мы видим очень тяжелые осложнения после интервенции, особенно биопсии, например, простаты. Я говорю с вами в деталях об этих процедурах. Давайте посмотрим, как последние годы драматично вырос в вопросе резистентности в Европе и во всем мире. Если мы поговорим о резистентности, то вы видите, что кишечная палочка выделяет расширение байкалокномазы, и вы видите в темных цветах, чем темнее цвет, тем больше резистентность против цехолоспоринов или распространенность БЛРС, синтезирующих бактерий. Вы видите, по всей Европе примерно от 20% кишечная палочка производит бета-локтомазы, расширение байкалокномазы. БЛРС. В некоторых странах до 50% БЛРС, продуцирующих кишечных палочек. И вы видите, что зреет катастрофа. Клипсила пневмонийная становится резистентной к карбопинем. Это антибиотика резерва. Вы видите, уже в 2008 году были горячие точки в Греции, например, и более явными становится такая резистентность на всех странах. И это бактериемическая инфекция, вызванная калипсией. Поэтому в большинстве это всегда случаи сепсиса. Поэтому резистентность калипсила к карбопинем очень клинически важна. А вы видите, в 2014 году, значительно, часть Южной Европы демонстрирует серьезные проблемы с неизлечимой калипсией пневмонией. Если посмотреть на патофизиологию, то это плазмиды. Эти плазмиды переходят на любые энтеробактерии. Они легко переносятся между различными видами микроорганизмов. Очень хорошо известно, что высокорезистентные граммоотрицательные микроорганизмы клинически важны. Вы видите, практически дважды повысилась смертность, если мы сталкиваемся с тяжелыми инфекциями. С этими очень резистентными граммоотрицательными организмами. И вы видите исследования, как я уже говорил, говорят о том, что мы имеем дело с бактериями, в основном, но не обязательно инфекцией мочеводящих путей. И МВП, не обязательно МВП. И вот специальная секция по инфекции в урологии в Европейском обществе проводит ежегодные исследования резистентности, особенно у пациентов урологических, особенно. Это знаменитое GPI-U исследование. И я знаю, что в России много центров участвуют в этом исследовании GPI-U, глобальном исследовании. И результаты исследований уже отражены в ваших рекомендациях национальных. И вы видите в 2015 году исследования, результаты размещены в интернете. У нас получены данные, мы обрабатываем их. И вы видите рекомендации. Все в красном показано. Это участники исследования на протяжении нескольких лет, начиная с 2003 года. Вы видите уже в базе данных по 30 тысяч пациентов. Вы видите 13% инфекций мочеводящих путей. И 10% доказанной микробологической инфекцией, резистентной. И вы видите участие пациентов, инфекции вызванные медицинскими вмешательствами. Посмотрите на распространенность, на пропорцию инфекций, связанных с манипуляциями. Примерно от 11% до 14%. 11% в Азии, 14% в Европе. Это значит, от 11% до 14% всех урологических пациентов, которых мы лечим, развивают, к сожалению, инфекционные осложнения МВП, связанные с нашими процедурами. И каковы же клинические проявления? Ни одно из исследований не отражает, какие же варианты мочеводящих путей вызывают наши манипуляции. А вот в этом исследовании мы можем сказать, какие же варианты инфекций мы лечим в наших отделениях. Как вы видите, справа, пилонефрит, например, уросепсис, тяжелая инфекция. Порядка 15% уросепсис. Как вы видите, половина инфекций в наших отделениях. Это тяжелая инфекция, включая пилонефрит, 50%. Также инфекции придатчных мышких придатков, анцистит, это более доброкачественные инфекции. Но, как правило, они достаточно ургентны в нашей практике. А вот микроорганизмы, которые вызывают эти инфекции, вводящие путей мочеполовые инфекции, вы видите, кишечная палочка доминирует 40%, а остальные 30-40%. В основном это энтеробактерии, клепсиела, цитробактери, энтеробактери, синегнойная палочка, коглазонегативные, другие, энтерококи, другие граммоположительные, также играют важную роль. Ну, граммоположительные коки – это не более 10%. Спектр бактерий варьирует от региона к региону в мире, как вы видите. И некоторые страны, участвующие активно, например, сравним Германию и Россию. В Германии у нас спектр похож на предыдущий слайд, примерно 40% кишечная палочка, 10% энтеробактерий. В России также вы видите, по неизвестным причинам, пневмония и клепсиела, как очень важный патоген, показан. И связан он как раз с инфекциями, вызванными медицинскими вмешательствами. Резистентность по всему спектру микроорганизмов представлена на слайде. Здесь показано, что почти все группы антибиотиков уже неэффективны. Более 20% резистентности у микроорганизмов к этим препаратам. Есть некоторая разница, конечно, если посмотреть на географические регионы. Но в целом, если взять Северную Европу, где низкая резистентность, вы видите, к сожалению, более 20% к любому антибиотику только к карбопенемам в Европе, резистентность у 10% микроорганизмов. И если пойти по индивидуальным патогенам, то наиболее распространенным патогенам кишечная палочка, и вы видите, что порядка 20% резистентности у кишечной палочки к каждому из антибиотиков, за исключением карбопенем. И резистентность к отдельным антибиотикам. Может и не быть серьезной клинической проблемой. У нас есть другие препараты, как правило. В последние годы эти новые препараты превалирующим становятся. И очень важно в нашей практике – это полирезистентность, или множество лекарственной устойчивости МЛУ. И вот здесь определение МЛУ – это микроорганизм, который резистентен в отношении трех и более классов антибиотиков, или К. И вы видите, половина микроорганизмов, с которыми мы имеем дело на поделении урологии, они не просто резистентны в отношении отдельных антибиотиков, но они обладают МЛУ – более трех классов препаратов. Также есть разница, очень серьезная разница иногда, если мы говорим о странах отдельных, например, Пакистан здесь и Дания, с другой стороны, то МЛУ в темно-синем цвете, вы видите, 90% изолятов с Пакистана обладают МЛУ, в то время как в Дании этот процент составляет от 10 до 20%. Таким образом, вы видите очень серьезную разницу географическую по МЛУ, распространенности в УЛУ. И еще, что мы видим в последние годы, это тяжесть даже в урологических отделениях значительно увеличивает. Серсис вырос с 10% в 2003 году до 25% сейчас. Каждый четвертый пациент с инфекцией в урологическом отделении разобьет тяжелую или очень тяжелую инфекцию. И 25% сепсисов развивают не только уросепсисы, но даже септический шок. Это жизнеурожающие инфекции, которые развиваются в процессе лечения урологического инфекцией. И если посмотреть на спектр микроорганизмов у пациентов сепсиса, и спектры эти похожи, например, со спектрами несептических инфекций, вы увидите пациенты, у которых развился сепсис. Это шкала коморбидности Карлсона. Вы видите, что пациенты в урологическом отделении сепсисом имеют балл шести боли по шкале Карлсона. То есть, мы приходим иметь дело с полиморбидными случаями, и в этой ситуации частота тяжелых инфекций растет. Из-за множества сопутствующих заболеваний, эти пациенты требуют большего количества манипуляций, интервенций и так далее, вмешательств. То есть, вы видите, все взаимосвязанное. Вы видите уровень резистентности к антибиотикам, особенно у пациентов с суросепсисом. Это драматичные. Все классы антибиотиков драматичные в пропорции. 30-40% резистентности и выше, за исключением класса карбабин. И, вы видите, это широкий спектр пиперзалинтаза-боктан. Второй препарат по частоте использования против грамм-мегатичных микроорганизмов в нашей практике также демонстрирует 35% к нему, а в резистентности микроорганизмов, каковы же решения и подходы. Это также отражено в рекомендациях. Если у вас резистентность в отношении одного микроорганизмов в одного антибиотика, то вы можете скомбинировать препараты. Не для того, чтобы добиться синергии, но для того, чтобы расширить спектр активности. Таким образом, мы можем прокалькулировать, просчитать, если мы добавим один или два антибиотика, мы сделаем комбинацию, станем ли мы увеличивать резистентность классом антибиотиков. Как вы видите, карабапинема не включается, потому что у них все еще благоприятный профиль резистентности, более низкий уровень резистентности у микроорганизмов. Но, посмотрите, чтобы вы не скомбинировали пиперцелин, пазобоктарм с гентамицином, все-таки процент резистентности 2-х антибиотика – это комбинация. И для эмпирического лечения тяжелых инфекций мы обычно рекомендуем использовать такой антибиотик, у которого уровень резистентности, которому уровень резистентности менее 10%. Вы видите, что ситуация очень-очень плачевная, очень тревожная. Я бы не стал злоупотреблять карабапинемами, потому что тогда увеличится резистентность к препарату в ближайшие месяцы или годы. И вот, как лечится в Европе инфекция вызвала вмешательство. По данному исследованию, примерно 30% получают цифру. Второе, на лоне 23% цифру спалины, но уже 10% пациентов получают антибиотики резервов. И эта цифра будет расти в ближайшее время с высокой резистентностью всех производителей в цифре. И, конечно, при тяжелых инфекциях, при сепсисе, в евро сепсисе, мы, конечно, требуем новые препараты. И эта область прокомментируется в деталях, какие новые антибиотики появляются, какие разработки. К счастью, у нас есть новые разработки для нашей практики. А также нам следует использовать прационально эти новые препараты, чтобы не увеличивать резистентность к организму. Тамара Перепаруа уже взяла акцент на том, что ранее диагнозы к тяжелым инфекциям – это очень важно, потому что задача рационального лечения очень важна. В «Голдене» время вы начнете в том, что вы очень рады лечить все симптомы, чтобы сократить смертность. Чтобы ранее начать лечить, нужно вовремя поставить диагноз. Если вы поставите диагноз, не удастся ранее лечить. И поэтому нам требуются определенные биомаркеры. Старый прокальцитонин было показано, что это очень оправдано – использовать прокальцитонин для диагностики тяжелых инфекций. И сейчас проадреномедулин – региональный новый маркер. Вы видите, кривые представлены. Региональный проадреномедулин – до определенной, в определенной степени лучше, чем прокальцитонин. Если скомбинировать все три маркера, включая ФНО-Альфа, то у нас еще больший шанс или вероятность выявить сепсис, корректно диагностировать сепсис и септические эпизоды пациента на ранних этапах. Еще один биомаркер, который часто используется в нашей рутинной практике – это оценка лактата, уровня лактата. Лактат, например, отражает и говорит нам о нарушении перфузии органов во время сепсиса и отражает анаэробную инфекцию или анаэробный метаболизм. И вот здесь показано, чем выше уровень лактата в крови, тем выше смертность у пациентов. Поэтому лактат следует обязательно включить в диагностические процедуры у пациентов с серьезной инфекцией, если вы хотите их вовремя выявить. И в 2016 году диагностическая схема сепсиса будет утверждена. И нам наиболее важен клинический диагноз сепсиса. Мы используем, конечно, биомаркеры, но мы всегда ставим диагноз на основании клинических проявлений. И вы видите здесь все критерии СИРСа, системный воспалительный синдром, но критерии СИРС не очень специфичны, как вы понимаете. И есть новое определение – синдром полиорганной дисфункции. И дефиниция определения обязательно будет использоваться в определении сепсиса. Очень важно вам диагностировать все по органам и функциям или по дисфункции органов. Обязательно пучки, легкие сердца, обязательно эцефалопатия. И вы понимаете, что эти симптомы являются ранними признаками тяжелого септического эпизода. Поэтому вот это новое определение сепсиса обязательно будет выверена клиническая практика. Сейчас о лечении. И вы уже слышали, что нужно лечить отдельные домены сепсиса. Это четыре колонны некоторых. Контроль очага инфекции очень важна для нас, урологов. То, что мы делаем прекрасно в своей практике. Контроль очага инфекции – это ключ к тому, что уросепсис ассоциируется с гораздо более низкими показателями смертности, чем другие виды сепсиса. Мы урологи очень элегантно делаем, стараемся беречь ткани, потому что повреждение ткани замыкает порочный круг всегда. Поэтому контроль очага инфекции очень важен. Для этого нам требуется визуализация обязательно, чтобы контролировать очаг должным образом, начиная с самых ранних статей. Антимикробная терапия, антибиотическая терапия была показана в ряде исследований, что адекватная антибиотическая терапия очень важна. Истории показали, и исследования показали, что адекватная антибиотическая терапия очень важна. Вы получаете информацию о резистентности и дают вам информацию о том, как скорректировать эту антибиотическую антибиотическую терапию. Я говорю вам, что антибиотическая терапия очень важна, потому что очень высокая резистентность возбудитель. И во многих странах на сегодня, если есть пациент с септическим шоком, принято начать лечение с карбопенемов, потому что это единственный антибиотик с низкой резистентностью. Ну а рациональная фармакотерапия, это название вашего симпозиума, говорит нам о том, что мы не должны злоупотреблять карбопенемы, а затем поддерживать мероприятие, восполнение объема, катахоламины, трансфузии и так далее. Это очень важная интенсивная терапия сепсиса. Восполнение объема должно быть начато очень рано в отделении комиссивной терапии. И в конце я хочу поговорить о профилактике тех инфекций, которые мы часто видим у пациентов с развивших сепсис. И я хочу сфокусироваться на инфекционных осложнениях трансфектальной биопсии простаты. И я начну с клинического случая. Пациент 65 лет, получавший... А, который, например, провели трансфектальную биопсию простаты. Вы видите, у него был инсульт, гипертензия, склероз карбара, злоупотребление, наверное, этого. Вы видите, цифры флексоцины вы назначили профилактических, чтобы перекрыть процедуру. И затем он поступает в отделение с симптомами сепсиса. И вопрос встает, как же лечить пациента. Лечащий врач начал с лево-флексоцина. Он думал, что это иной препарат, но, вы знаете, перекрестный резистент на 100% между фторхиналонами. И если опыт цена уже профилактически был назначен в торхиналон, то не следует лечить торхиналоном. И эти в культуре, гемокультуре, это кишечная палочка, полирезистентные, мыло, пенициллины, в торхиналоны, котримоксозоламина, гликозиды. Это очень тяжелая ситуация, потому что с таким профилем резистентности кишечная палочка означает, что у вас очень серьезные сложности были с выбором профилактического антибиотика. Видите, к сожалению, история закончилась вот этим, и у одной из тысяч стоит, может случиться сепсис после транстрактальной биопсии. Вот вы видите прямая кишка, а пока сама и обсцесс прямой кишки, гематома. И это часто случается при биопсии простат, поэтому, конечно, нам, если у вас раздаться гематома, то требуется определенная концентрация антибиотика профилактическая. Это показано и в этом исследовании, четырехлетнее исследование. Мы хотели проверить распространенность или частоту инфекционных осложнений после биопсии простат и транстрактальной. И вы видите, у 5% пациентов, более тысячи пациентов по всему миру включены в исследование в целом, и у 5% развивается инфекция, и у 3% фибрильная инфекция или сепсис. И вы видите, 4% из них госпитализируются ввиду тяжести инфекционных процессов. Есть ли пациенты, которые предрасположены к развитию инфекционных осложнений после биопсии? Есть, конечно, общие факторы риска, но они не очень доказаны в исследованиях. Нет, цены указывают на такие факторы риска, другие нет. Например, многие указывают на диабет, на коморбидность высокую, на лечение простаты, и, конечно, мы вернемся к этому и позднее. История антибиотикотерапии, она у нас очень важна. Если пациент прошлый получал второхиналоны, то вероятность резистентности к этой группе очень высока. А особенно важно наличие фекальной флории, резистентных второхиналонов, патогенов. Это показано в этом исследовании. Ректальные маски выполнялись до и после биопсии. Оказалось, что более чем 20% пациентов присутствовали резистентные второхиналонов бактерии в ректальной флоре, поэтому у них не следует назначать второхиналоны в качестве профилактики, иначе у них развивается осложнение, вновь до сепсиса после биопсии простаты. И мои последние слайды. Если посмотреть, каково же инфекционное осложнение при активном наблюдении, это после биопсии простаты. Важность этих инфекций растет до 16% пациентов. Я, конечно, сказал турохиналоны об их использовании в предшествующем год. В этих случаях не следует качество профилактики турохиналоны, и каковы же альтернативы. И у нас очень мало исследований, дающихся из данных. Как ответ на этот вопрос, фармакинетика очень важна, и нам следует выбирать антибиотики, которые будут концентрироваться в тканях простаты. Вот здесь показаны результаты цепрофакцин, гентамицин, которые не концентрируются в простате. То ассимптоматическая бактерия РЕС значительно чаще наблюдается в предназначении этих антибиотиков. Поэтому очень важны антибиотики, накапливающиеся в простате. Это турохиналоны, фосфомицин, может быть, показан, котримоксозол, если пациент чувствительны бета-локтамы. Зависит, какие бета-локтамы, не очень много данных. Но это те антибиотики, из которых следует выбирать. Аминогликозиды в целом не накапливаются в простате. И это не очень хороший выбор будет, конечно же. Одно из решений не выполнять транстрактальную биопсию, но промежностную биопсию сейчас это делать проще. Под контролем МРТ, сфокусировано, под контролем микрозвука. И вы видите решетку, электронную систему, показывающую вам, где вы конкретно должны проводить биопсию простаты. И мы также имеем некоторые данные по инфекционным осложнениям после промежностной биопсии простаты. И вы видите, здесь значительно ниже показатель развития симптоматических инфекций после таких биопсий. Значительно ниже, чем после транстрактальных биопсий. На этом я хотела бы завершить свое выступление. И я хочу заключить следующим образом. У нас значительно выросла резистентность к антибиотикам при любых вариантах урологической инфекции. И это оказало значительное влияние не только в лечении, но и в профилактике. При проведении различных мешать, в профилактике.